Мир всем! Христос воскресе во истину! Во истину воскресе! Юлия Субокина, выключите микрофон, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Эвангелие от Иоанна, 12 глава, с 9 по 11 стихи Многие из иудеев узнали, что он там и пришли не только для Иисуса, но что вы видите Лазаря, которого он воскресил из мертвых. И расыщенники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Толкование Те, которые пришли к Господу, были благонамереннее прочих, бессознательных и неистовых, ибо пришли не для одного только Иисуса, но и для того, чтобы увидеть Лазаря. Так как совершилось поистине величайшее чудо, то многие желали быть царителями воскресшего, может быть, в надежде узнать от Лазаря что-либо о находящихся в Аде. Фарисеи же так бесчеловечны, что хотят убить не только Иисуса, но и Лазаря. Потому что для многих послужил, потому что он для многих послужил поводом ко спасению через чудо над ним совершенное, людей бесхитростных, приводя к вере. Вопросы? Продолжаем. Евангелие Таана, 12 глава, с 12 по 13 стихи. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали, «Асанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев». Толкование. От того, что многие уверовали, увеличилась зависть врагов. Из этого восклицания мы уразумеваем, во-первых, что Он Бог, ибо «Асанна» значит «спаси», Псалом 117, 25. Ибо на еврейском языке читается «Асанна», на греческом же «О Господи, спаси». Спасать свойственно одному только Богу, и к Нему сказано «Спаси нас, Господи Божий наш». Из всех мест Писания всякий узнает, что спасение приписывается Писанием только одному Богу. Итак, восклицавшие Христу словами Давида этим показывают, во-первых, что Он Бог, потом, что Он Бог в собственном смысле, ибо говорят «грядущий, а не ведомый». Последнее нечто арабское, а идти самовластное. Вопросы? Игнат Иханович, вопрос. Вот, по предыдущему стиху, значит, пришли люди посмотреть на Лазаря, и многие через это чудо уверовали. Господь не желает смерти грешника, и иногда посылает различного рода чудеса. Я знаю, что вы к чудесам относитесь к себе скептически, ну, и когда иконы мироточат, говорит, там, не дьявол ли над этим потешается, и говорите, что иудеи ищут чудес. Вот, но, однако, на сегодняшний день есть такие чудеса, и встречались ли они в вашей жизни, которые приводили людей к вере. Понятно, что вера слышала от Слова Божия, вот. Вот, но, однако, вот, как такая вот ступенька, встречалось ли в вашей жизни такое, чтобы чудо побудило человека к исканию Бога, или к вере во Христа как в Бога? Я встречал людей, которые ищут буквально этого чуда, и они поверили, поверили в это чудо, и что человек может сделать это чудо. Но во Христа по Библии, по Евангелии ни одного не встречал. Через что пришел, в то и верит. Вот бабка приехала в гости, а у нее рука замотанная полотенцем. Я говорю, а что? Ой, не говори, тут такое было. Тут ангел являлся, и он мне руку поцеловал там или что-то. И вот теперь я, чтобы сохранить, это как мистер Пиквик там это было. Вот такое же. А вот сейчас вы сидите, не видите, я говорю, нет, а лампочка горит, а вон Серафиму вокруг летают. Ну, что спрашиваете? У нее врата отверзлися в каком-то месте. Я встречал таких людей. Это совершенно сумасшедшие люди. Одержимые. Не просят чудес. Ты говоришь, а иудеи требуют чудес, они не могут без этого. И Господь через это их приводил. А Иоанн Златоуст прямо говорит, чудеса не нужны нам, я не ищу их. Вера от слышания, а не чудес. А чудеса будет с неба огонь сводить кто-то. Кто-то придет. Мертвых воскрешать будет, призрачно. А люди будут веровать. И говорили, ой, этот волк, кенопс, он такой. Ой, вот он смотрел, он так вот ударил по водам. Воды разошлись, и он под воду ушел. Он говорит, а что ты хотел до этого? Говорит, у меня отец утонул неделю назад. Он говорит, я тебе покажу его. Проходит час-другой, он выходит из воды. Отца показывает, отца живого. Я говорит, его там воскресило. А ничего нет, вот один бес стоит. А Иоанн-то это увидел, когда он нырнул обратно, он перекрестил, и он больше не вылез, так под водой остался. Сгинул. Такое было у Петра. Там демон превращался в черного пса, и стоял в прихожей. Кто что говорил плохо, он мог задушить. Он понимал. А люди ахали, ой-ой-ой, какое чудо. Ничего этого не надо. У меня не было чудес никаких, кроме того, что мне дал веру чудную во Христа Иисуса. Дал мне чудо, что я поверил всему священному Писанию. Это чудеса такие, которые влекут к спасению. Беседуешь, и душа обратилась к Богу. Чудо. Вот такие чудеса, пожалуйста. А верить, вот, благодатный огонь, я абсолютно в это не верю. И что там где-то на горе Фавор, на преображении облака подлетает, и молния сверкает, и что-то от Бога, я тоже в это не верю. А зачем? Зачем это нужно? Даже ангел явится. И ты не поверишь. Ну, я просто боюсь, и все, получишь похвалу. А вот поверил. Ну, поверил Исааки Печерский-то. И захохотали демоны. Он поклонился, а там куриные ножки. Ну, они его взяли, как бадминтон, и стали друг другу, как мячик перекидывать. Утром пришли. Очи Исааки, благослови. Молчание открыли. А он лежит без чувств. Так его целый год хводили, и он ничего не ел. Вообще непонятно. Какой энергией питался? Ложку не знал, как взять. Вот какое житие-то удивительное. Это единственное житие, которое я считал и рассмеялся. А мне жена и говорит, тебя тоже, дьявол-то, искушают. Подоткнул. А почему? Когда он вернулся из Акта, а он теперь и в отдельную келью не хотел идти. Мне сделалось смешно. Ну, хотел все выше, подвиг делать. А когда эта беда-то случилась, и не хотел больше идти в отдельную келью. И мне сделалось смешно. Вот только я вот так вот, так я не смеялся, не хохотом, а вот так вот, улыбнулся где-то. Жена сказала это, и вдруг, а уже ночь глубокая, и вдруг в раму, в окно. Мы замерли, а я насчитывал в это время жития святых. А на улице пурга. Что делать, никого не знаем. Помолились и открыли дверь. Вышел на улицу, нигде следа близко даже нету. Близко нету. Где окно наше и дальше только дорога идет. Вот как сатана обозлился-то. И как постучал, казалось, раму высадит. Это не во сне. Вот такое было. Ну и что? Ну ничего. Помолились и дальше пошли. Так что люди, которые через это кто-то обращается, чудеса где-то были, там видели они. Ну и что? Настоящими христианами могут стать только через Священное Писание. Уверовать могут, что это человек необыкновенный, он это может делать. Жития говорит об этом. Но ничего не знают. К ним нужно послать теперь проповедника. А через чудеса, мы знаем, евреи обращались. Это было у них. Ману когда ели. Когда Бог заступался, море раступилось. А уверовать не уверовали. Ученики видели еще в леса от Господа. А он воскрес и упрекал их за неверие. Ну какая же это вера-то была? А вы как считаете? Я считаю, у меня вера огромная. А как? Можете сдвинуть гору? Я вот эту бумажку не могу сдвинуть. Потому что вера бывает чудодейственная, за которую тебе никакой награды не будет. И вера, которой ты можешь все последнее отдать для Бога, веруя, что будет суд Божий, и будет последний день, суда Божия. Вот если человек верит, это одна вера. Я верю всему написанному Писанию. А чудодейственной веры у меня нету. Вот все. Ну, однако, горы переставлять можете. Если в духовном плане смотреть, горы ума, то есть еретиков, возвращаете в лоно православной церкви, это великое чудо. Причем таких еретиков, которых и единицы из миллионов возвращаются, как свидетели игол, которых невозможно. Это тоже чудо, я считаю, необыкновенное. Так что... В духовном плане, если смотреть, то можно найти такие чудеса. Правильно вы говорите. Так, про спасти Христос. Продолжаем. Евангелие от Иоанна, 12 глава... С 14 по 16 стихи. Иисус же нашед молодого осла, сел на него, как написано. Не бойся, честь Ионова, сей, царь твой грядет, сидя на молодом осле. Захария 9, 9. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Толкование. Прочие сказали про страннее, а Иоанн, короче, сказал, Иисус нашед молодого осла. Так как цари Иерусалимские по большей части были несправедливые и корыстолюбивые, то пророк говорит, не бойся, дочь Сиона, царь, которым я предсказываю тебе, не таков, но кроток и смиренно мудр и нисколько не горд. Это видно и из того, что он пришел, сидя на осле. Ибо он вошел не в сопровождении войска, но приехал на одном осле. Восседание Господа на осле было и образом будущего. Животное это, по закону нечистое, было образом нечистого народа из язычников, на котором Иисус, Слово Божие, восседает, подчиняя себе этот непокорный и грубый, наподобие осла, новый народ, который он и возводит в истинный Иерусалим, после того, как он стал ручным и покорным ему. Ибо ужели Господь не совозвел на небо тех язычников, которые стали его народом и покорились в проповеди о евангельской. Пальмы, может быть, означали то, что он, воскресив Лазаря, стал победителем смерти, ибо пальма давалась на боях победителям. «Прошу тебя, подивись евангелисту, как он не стыдится, а открыто говорит о прежнем незнании апостолов. Ученики, — говорит, — сперва не поняли сего, но поняли тогда, как Иисус прославился». Под славой, разумеет, вознесение, последовавшее за страданиями и смертью. «Тогда-то, без сомнения, по сошествии Святого Духа, они познали, что это о нем было написано». Вопросы? Продолжаем. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 17 по 19 стихи. «Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Фарисеи же говорили между собой, «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Толкование. Фарисеи, говорящие, «Видите ли, не успеваете ничего, говорят это не по лукавству, ибо были не из числа, наветовавших на Спасителя, но представляются благорасположенными, только неявно, потому что не смеют явно противостать неистовующим против Господа. Пытаются утишить их последствиями дела, говоря, как бы так, какая вам польза от того, что много строитиков над человеком Сим? Сколько вы не злоумышляете, он все более растет, и слава его умножается, ибо мир, то есть весь народ идет за ним. Посему, не имея никакого успеха, оставьте ваши ковы и не грешите понапрасну». Вопросы. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 20 по 24 стихи. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подходили к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». «Истина, истина, говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Толкование. По причине красоты храма и чудес, передаваемых у иудеев, многие из еллинов пришли поклониться. Они были близки к тому, чтобы стать и пришельцами, то есть принять иудейство. Когда дошла до них молва об Иисусе, они подходят к Филиппу и просят его доставить им возможность видеть Иисуса. Филипп, посмиренно мудрю и благочиню, говорит Андрею, как высшему себя. Андрей не берется за доклад, не решает этого сам собой, но, взяв с собой и Филиппа, осмеливается доложить Иисусу. Такой добрый порядок и взаимная любовь господствовали между ними. Что же Господь, так как Он заповедовал ученикам не ходить на путь к язычникам, Матфея 10.5, а теперь видел, что язычники уже сами приходят к Нему, ибо еллины, желавшие видеть Его без сомнения, были язычники, а иудеи строят и муковы, говорит, «Время, наконец, идти на страдания, ибо наступило время креста, чтобы прославился Сын Человеческий». «Какая польза не принимать язычников, приходящих к нам, и навязываться иудеям, ненавидящим и гонящим? Ибо очень несправедливо было бы ничего не давать язычникам, жаждущим слова и спасения, и изобильно давать иудеям, которые попирают даруемое им и умышляют зло благодетелю». Потом, чтобы ученики не соблазнились тем, что Он умирает, тогда, когда начали приходить и язычники, Он говорит, «Это самое, то есть смерть Моя, еще более увеличит веру язычников, ибо как пшеничное зерно тогда приносит много плода, когда, быв посеяно, умрет, так и Моя смерть принесет много плода для веры язычников». Итак, пусть никто не соблазняется, потому что Моя смерть не препятствует присоединению язычников, но примером зерна пусть убедится, что падение мое в смерти моей приумножит число верующих. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 25 по 26 стихи. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой». Толкование. «Ибо если и сами вы не умрете, то для вас не будет никакой пользы, да и всякий вообще человек, который любит настоящую жизнь, и любит свою душу, то есть исполняет ее неуместные пожелания, когда угождает ей больше, чем должно, и не презирает смерти, погубит ее. А кто ненавидит ее, то есть не служит ей и не преклоняется пред нею, тот сохранит ее в жизнь вечную. Желаю показать, коль строгое отвращение должно иметь к похотениям души, сказал, кто ненавидит. Мы не можем не видеть лица, не слышать голоса ненавидимых нами, также должны относиться и к неразумным пожеланиям души, то есть ненавидеть их совершенную ненавистью». Словами, «кто ненавидит душу свою в мире всем», показывает временность дела. «Заповедь сия оказалась убийственную и несообразную с любовью к жизни. Он смягчил ее прибавлением в мире всем. Я, говорит, не всегда повелеваю ненавидеть душу, но в этом мире неверном «Отвращайся ее, когда она предписывает тебе творить неподобное». Римлянам 1.28 «Прибавляет и пользу, сохранит ее в жизнь вечную. Возненавидишь на время, а сохранишь живой на веки для жизни божественной. Кто любит быть на земле, тот не будет на небе. А кто избегает земного и мира сего, тот будет высоко и на небесах». Вопросы? У меня вопрос. Как более расширенно понять это местописание? «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную». То есть, ну, в миру-то сегодня другие ценности. Наоборот, мир учит нас «возьми от жизни все, насладись жизнью полностью». А Писание нас учит другому. То есть, как вот, Игнатий Тихонович, более, как достигнуть этого состояния, когда ты вот не уже не теоретик, а ты живешь этим, ты возненавидел душу свою и возлюбил Царствие Небесное. Я закончил. Микрофон, Игнатий Тихонович, не включен. Правильное понимание такое, что ты должен подумать. А об этом где-то еще говорится в Писании? Может, по другим видам говорится? И тогда ты увидишь, что раскрывается больше. Как вот от тысячелетиям Царствия. А почему нигде не было сказано? Христос не учил, апостолы не учили, только в Откровении. И тогда открывается вся картина. И здесь «отвергнись себя, своего Я». То есть умертвее-то выбрось. Душу погубишь, то есть из чего ты состоишь, плотской человек, отвергнись, но у тебя цель должна быть. Ради меня, Господь говорит, и Евангелие. Ради меня и Евангелие. Воскреснешь для жизни новой. У тебя будет время для добрых дел, для благочестия, но и, по-крупному сказать, для настоящего мужчиничества и героизма. Отвергнись себя, возьми крест, следуй за Мною. Вот теперь мы видим, о чём речь тут идёт. Кто душу отверг, то есть похотение свои, для этого, животолюбия, так называют они, тот потеряет душу. То есть, если он не отверг, как должно. А когда отверг, ты совершенно свободен от этого. Ты хочешь... А, так вон как. Господь смотрит внутрь и понимает, к чему мы привязаны, чем мы себя утешаем. Один привык вот ездить по разным святым местам. Так а хорошее дело? Хорошее, в меру. Тихону Задонскому помещица одна пишет, вот, Владыка, благословите, туда-то поехать надо. Он говорит, ты уже была, голубушка, сиди дома, домолись. Всё. Отвергнись себя, своего я, расставчи его. Тебе спасение дома. А вот, начинают, слушают, где тут... Вы смотрите, какие ролики выставляем. Вот я сегодня утром выставил один ролик с одной из нашей знакомой, что случилось. Полностью всё потеряно. Вы ей отвечали сегодня как раз, Евгений. Очень замечательно просто. Ну как, только молиться, призывай других на молитву. Вот и всё. Отвергни, и тогда душу... Душа, то есть, чем мы живём? Душа – это жизнь. Спасёшь душу, потому что она будет жить только для Бога. Так в любом деле. Всё. Спаси Христос. Слава Христу. Продолжаем. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 27-го, 28-й стих. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришёл. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришёл с неба глаз и прославил, и ещё прославлю. Толкование. Если внимательно рассмотришь, то найдёшь, что самое возмущение его есть увещание к презрению смерти. Да бы кто-нибудь не вздумал сказать, что ему легко так любомудрствовать о смерти и других убеждать к терпению бедствий, когда он сам вне человеческих страданий и вне опасностей. Он показывает, что и сам он испытывал свойственное людям и причастен нашего естества, хотя и без греха. Посему, хотя он, как человек, по природе любящий жизнь, не желает смерти и возмущается, однако же не отказывается от неё, так как она нужна для спасения мира. Для сего-то, говорит, на сей час я и пришёл, чтобы воспринять смерть за всех. Сим ясно научает нас, чтобы и мы хотя бы возмущались, хотя бы печалились, однако же смерти за истину не избегали бы. Вопросы. Англия Таана 29.33 Народ, стоявший и слышавший это, говорил, это гром, а другие говорили, ангел говорил ему. Иисус на это сказал, не для меня был глаз сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесён буду от земли, всех привлеку к себе. Сие, говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрёт. Толкование. Так как очень многие были грубы и невежественны, то они сочли голос за гром, хотя голос этот был членораздельный и весьма ясный. Ибо они скоро забыли слова голоса, удержавши только его отголосок. Иные помнили самые слова голоса. И прославил, и ещё прославлю. Однако же, не понимая, какой смысл с их слов, думали, что ангел проговорил ему, а потому слова сии, как сказанные ангелом, и непонятны для них. Слова сии имеют такой смысл. «Ныне совершается суд и отмщение за мир сей. Так как дьявол подверг этот мир смерти, сделав всех людей повинными греху, то, напав на меня и не нашед во мне греха, подвёл под смерть и меня наравне с прочими, то он будет осуждён мною, и таким образом я отомщу за мир. Пусть, прочим, нанёс он смерть за грех, но что такое он нашёл во мне подобного прочим, чтобы умертвить и меня? Итак, ныне мною совершается суд мира сего, то есть отмщение за него, ибо умертвив умертвившего всех, потом напавшего и на меня невинного, я буду отмстителем за всех умерщвлённых им, и жестокий властитель, тиран, осуждённый моей смертью, будет изгнан вон. Выражение «изгнан вон» употреблено по сравнению с тем, как в судебных местах выталкивают осуждённых из судилища. Будет изгнан вон, можно понимать и так, что изгнан будет во тьму внешнюю. Он лишится владычества над людьми и не будет как прежде царствовать в них и в душах и в смертном теле их. Но я всех привлеку к самому себе, когда вознесён буду на крест. Это в ином месте он назвал похищением. Никто, говорит, не может расхитить вещей сильного, нежели прежде не свяжет сильного. Марка 3, 27. Когда вознесён буду, сказал это, давая разуметь, какой смертью он умрёт, то есть будет распят, ибо этим означается высота креста. Вопросы, пожалуйста, если есть. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 34-36 стихи. Народ отвечал Ему, мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто это Сын Человеческий? Тогда Иисус сказал Ему, еще на малое время свет есть с вами, ходите пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает куда идет. Да коли свет с вами веруете в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Толкование. Думая обличить Господа и затруднить Его как неистинного Христа, говорят, если Христос бессмертен, а ты о самом себе говоришь, что умрешь, как же мы будем веровать, что подлинно ты Христос? Говорили они так злонамеренно, ибо и Писание, которое они называют законом, упоминает не только о воскресении, но и о страдании. Так Исааи указывает на то и другое, на страдания и смерть, когда говорит, он был веден, как овца на заклане, не оставишь души моей в аде. Псалом 15.10. Также патриарх, благословляя Иуду, пророчествует о Христе, возлег, уснул, как лев и как львенок, кто разбудит его? Бытие 49.9. Как же, говорят, ты говоришь, что сыну человеческому должно быть вознесену? Видишь ли, они понимали многое и из приточных речей Господа, например, поняли, что словами быть вознесену он говорит о кресте. Да, они подлинно многое понимали, но по злой воле своей прикрывались незнанием. Кто этот сын человеческий? Речь их полна злобы. Они говорят как бы так. Хотя мы не знаем о ком ты говоришь и кто есть сын человеческий. Однако же ясно понимаем ту истину, что кто будет вознесен, кто бы он ни был, тот не Христос. это несовместимо, ибо Писания говорят, что Христос бессмертен. Как свет солнечный совершенно не исчезает, но сокрывается и снова воссеевает, так и моя смерть не есть истление, но запад и представление, и через воскресение я опять воссияю. и так говорит, ходите и веруйте в меня и прежде моего распятия и после он вам. На это он указывает словами «Доколе свет с вами», то есть «Доколе можете веровать в меня», «Веровать же в меня, который есть свет», «Вы можете и прежде страданий и после он их». «А кто ходит в неверии, тот не знает, куда идет». «Ибо чего не делают теперь иудеи, и однако же не знают, что делают, но ходят как бы во тьме, думают, что идут по прямому пути, но все у них выходит напротив, когда они соблюдают субботу и обрезание. Но не так поступают те, кои уверовали. они ходят во свете, делая все, что относится до спасения». Вопросы? Игнать Ихать, что значит «ходить во свете»? «Во свете», который Господь дает. Он говорит «Я есть свет». А Христос неразрывно связан со Священным Писанием. Вот у нас все ресурсы. Это мой мир, форум, сайт, канал называется «Во свете Библии». Вот здесь ответ. «Во свете Библии» представить, и все по-другому выйти. Политика, внешние, внутренние отношения, жизни. Все во свете Библии рассматривать. Что об этом говорится? Я много занимался этим, выставлять надо четыре вопроса. Какой бы ни был. Ну, какой у человека вопрос? После обращения к Богу самый главный вопрос это семейный. Выходить замуж, не выходить, за кого, переезжать, не переезжать. Если кто не знает, я могу быстро повторить эти четыре вопроса, от себя быстро запишите их. На любое дело, четыре вопроса, ответь, и уже вопрос решен. Надо, нет? Нужно, да, нужно. Первый, этим действием, которое я думаю совершить, я ищу земного или небесного, временного или вечного. Вот вопрос. А поэтому поставь себе, возьми лист и разграничу пополам. Переезжать, не переезжать. Получилось две графы. А теперь эти две, разбей еще на каждую на две, чтобы было четыре. Я буду переезжать. Плюс поставь и минус. Положительное что? У меня здесь нет работы. Второе, я живу в чужой стране. Там неспокойная обстановка, нестабильная. Земли нету. Я еду туда, где земля есть, и люди верующие, я там один, и плюсы. Минус какой? С переезда много теряется. А во-вторых, мои надежды может там не сбыться. Ну и все такое. Плюс-минус, плюс-минус, разбей, и ты уже увидишь, куда клонится. Только не щади. Искренне кого-то попроси, чтобы помогли. Хорошо, я переезжаю, а что там будет? Как? У казахов есть такая пословица. Хочешь узнать, какой ты бедный, начни переезжать. Ты увидишь, сколько у тебя горшков. Второе. Что об этом говорит Священное Писание, Святая Библия, Слово Божие? Об этом деле. Значит, нужно знать Священное Писание. Нужно знать очень и очень хорошо. Подходящее событие, которое показывает, уже контур будет понятен. два вопроса решил, а остальное уже проще. Один вопрос дальше остается. Не будет ли это соблазном для кого-то? Такое дело, и как люди будут думать? Скажут, вот это верующий, вот он как делает. На какую работу переместиться? Еще что-то? Мне вот пишет сегодня один человек, ну, по фамилии, по всему, явно, что не русский, но очень расположенный. И он говорит, вот у меня жена работает там где-то в столовой, видимо, готовят они еду на город и по школам дальше развозят. Ну, и бывает там что-то остается. Я прихожу, гляжу в холодильнике, я спрашиваю, откуда? Да это осталось, мы взяли. Да как же взяли-то? Начальство-то знает это. Да нет, им зачем знать-то это? Ну, такое дело. Он говорит, чтобы этого больше не было. Так так огорчил их, мать его чуть не прокляла. Зарплата маленькая, это она, это ворует, ворует, воровка. Я не ожидал от него такого поворота. Он мне ближе-ближе стал сразу. Не будет ли это соблазном для верующих? Значит, ты должен знать, что соблазняют, или найти такого товарища, который тебе расскажет. Дальше. Прославится ли через то, что ты делаешь, Отец Небесный, Господь Христос? Будет ли в этом прославление Бога? Если ты едешь туда, где верующие есть. Вот у отца Геннадия Фаста, их там дети были, и когда с них сняли, это немцы, они же высланы были, депортированы по разным районам-то. И вдруг разрешили выехать. Вот куда разрешили выехать? Они, говорит, один вопрос поставили. Есть ли там в нашей вере люди и занимаются ли с детьми? Ой, как это много стоит. Они не думали о том, что вот там будут дети, рыбалка, грибы можно собирать, ягоды, гора, река. Нет. Есть ли там воскресное занятие? С детьми заниматься кто-то будет или нет? Это говорил отец Геннадий Фаст. И вот из него какой получился. Вот Менонит. И смотри, как Господь привел его в православную веру. Это мы и не думали. Сидели там первый раз до полпятого утра беседовали. Теперь надо думать этот шаг. Он этот шаг сделает. Как это будут смотреть? Как будут понимать люди? Не будет ли соблазн? Да, родственники все отвернутся от тебя. У нас из православной семьи кто-то пойдет в Кришнаит. И как мы будем вести себя? Ну, так примерно к себе применяй. Вот я говорю пока о трех вопросах. Но третий вопрос упирается четвертый. Слава Христу будет в этом или нет? Тяжелый, трудный вопрос. Но его нужно бескомпромиссно решить. вот так отвечай. Все. Я дальше немного заострить хочу, который вопрос сказал. подобное, о чем спрашивают, что библейское, разрешается библейским. То есть правильное толкование такое, которому ни одно место Библии не противоречит. Почему? Потому что автор всей Библии святой Бог. А Бог не может забыть там или как-то толкование должно быть соответствовать тому, что я сейчас сказал. Ни одному месту Библии не противоречит. Ты даже не знаешь, не считал толкования, есть такие места редкие. А дальше нужно ли мне это? Этим вопросом я приближаюсь к Богу. Будет ли прославление от меня? Я вот сколько знаю, такие вопросы как задавали, решали мы коллегиально, человеку нужно делать что-то. Ну и что из этого получалось? Абсолютно безошибочно. А вы пророк? Я говорю, нет, порок. У меня одна знакомая из Италии, и она писала ей, вот я не знаю, переезжать, не переезжать. Вот приехала сюда, там муж умер, дети выросли, дети там, считай, неверующие. И меня тянет в Россию теперь, переезжать или не переезжать. Я слышал, а вам Бог отвечает. Ну, если в Италии ты слышала, то, значит, надо работать. Я говорю, ну хорошо, я буду молиться. Она спрашивает через месяц, ответ есть? Я говорю, ответа нет. Я молюсь, молюсь, повторяю слова эти. Ну и, кажется, третий раз она меня только спросила, я говорю, ответа нет. Встал на молитву и сразу ответ пришел. Я ей сразу скинул материал и говорю, ответ пришел. Она думает, сейчас она засобирается и поедет. Я ей посылаю место писания, которое у меня встало передо мною. Вот записала, записала, а вот теперь с этим местом писания пойди к твоему духовнику, где ты исповедуешься, причащаешься и молись так, вот что он тебе скажет, то и сделай. Как он этот стих тебя истолкует. Моего там ничего нету, совершенно нету. Ну, правильно? Правильно. Она вся уже была в России. И, видимо, он ей сказал не ехать, и она осталась. Она очень хотела. Да я ее не задерживал. Я ничего не сказал, ни да, ни нет, но отправил как... Это правильно, иди покажись священникам. Это самый правильный подход. Я на себя этого не беру никогда. Характеристики вот детям писал, просили работники лагеря. Я иду к тем, кто их знает. Если родители знают, к родителям, чтобы все написали характеристику. И теперь все вместе беру, и что у меня получится, гляжу на этого ребенка или на воспитателя. И эти характеристики помещены в моих книгах. Бывает 5-7 человек дают характеристики. Родители даже. Я все беру во внимание, но так как этот человек у меня в лагере, а я начальник лагеря, то я ежедневно за ним наблюдаю. Поэтому наши характеристики были с проглядом в будущее. Это большая работа. У меня работник один был такой, которому на сердце Бог полагал. Я во внимание это брал. Вот и любой вопрос так и решать. Все. Евангелие от Иоанна, 12 глава с 37 по 40 стихи. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка. «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Исайя 53.1. «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исайя, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, и да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Исайя 6 глава 10 стих. «Хотя они и ничего не говорили, толкование, хотя они и ничего не говорили, но проникая в сердца их, Он видел, что ярость их усиливается. Чтобы укротить их ненависть, Он и скрывается». Вопросы? Евангелие от Иоанна 12 глава 41-43 стихи. «Сие сказал Исайя, когда видел славы Его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, но возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Толкование. «Сие сказал Исайя, когда видел славу Его». Кого? Вопрос. Сына. Хотя пророк, судя по связи речи, видел, кажется, славу Отца, но Евангелист говорит здесь, что Исайя видел славу Сына, а апостол Павел говорит, что он видел славу Духа. Диане 28-25. «Истина, едина слава Святой Троицы, Отца и Сына, и Святаго Духа». «Как вы можете веровать, когда от людей принимаете славу, а славу, которую от единого Бога отвергаете?» Евангелие от Иоанна 5-44. Итак, евангелист показывает, что с ними случилось то, что предсказывал им Христос. Подлинно. Они были не начальники, а рабы, и рабы самые низкие. Отсели же научаемся, что кто любит славу, тот раб и бесчестен. Вопросы. Тут у меня вопрос. Вопрос есть. Тут написано, что, впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлучеными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Вот здесь такое, как бы, описывается компромиссное состояние начальников. Они вроде бы уверовали, но боялись, не хотели отходить от своего прежнего положения. Здесь это в Израиле распространено иудеи, которые начинают веровать, им очень трудно, им очень трудно отойти, потому что их отвергают родители, многие, они сразу, они фактически остаются отвергнутыми, все, они больше не член семьи. И у мусульманов так же это случается, вот. И вот, вот, хотелось бы спросить, как вот, вот, когда такое, ну, как нам вот жить такой вот некомпромиссной жизнью, вот, чтобы не бояться быть отлученными от синагоги. Ну, в синагогу можно другое, как бы, да, взять, что в нашей жизни, что мы, как бы, боимся, что нас, как бы, уличат или еще что-то. Вот. Все, закончил. Ну, пример, у нас в Потеряевке, у нас родственники наши есть, старобрядцы, они ходили в храм, никуда переходить не надо, все у нас одинаковое, там персы слагают, два перста, ну, какое это значение имеет-то. Ну, у нас установились хорошие у меня отношения с митрополитом Корнилием, он книжку прислал свою, сто проповедей, я на них рецензию дал ему, ну, они попросили старобрядцев, попросили, чтобы, может, это разрешит, он никак. И сразу показал, почему нету, потому что вы считаете, что два перста и три перста равноспасительными, мы на это пойти не можем. Грамотный человек, все, я больше не стал еще писать, и наша дружба мгновенно охладела и спряталась. А некоторые из них, там же старобрядцы, прямо ходят в храм и молятся, ну, и причащаются, конечно, когда нужно, они в Барнолу съездят, причащатся. Вот, а другие боялись, но боязнь на этом не останавливается. Вот просто, ну, чтобы не знали. Парень молодой, я вышел, фотографирую, коров гонят, он увидал, что фотоаппарат на него направлен, он за корову спрятался, а сам только что в армии отслужил. Я считаю, позорнее ничего нельзя. Даже говорить не надо, вот это постыдно, страшно, боязнь все заслонила. Главное, чтобы поп не отлучил от причастия. Да незаконно отлучит, это незаконное отлучение, падает на него, а не на тебя. Они не знают каноны. Надо знать закон. Вот вчера мне позвонили, где я буду, такое-то время, можете встретить нас? Уголовный розыск. Начальник по одному делу. На меня поступила жалоба из города Пензы, кажется. Ну, жалоба не подтвердилась, что у меня стоял ролик и название такое «Буддизм от сатаны». И какой-то буддист натолкнулся, ну и жалобу настращил, и на они должны отвечать. И вот начальник этого уголовного розыска города Барнаула с центрального района приехал. А может он не начальник, но из этого района. Вот мы выходим. Я уже знаю, сейчас они будут против. Володя впереди меня вышел. Я говорю, в ограду заходить не надо, за оградой. И начинай снимать. Я выхожу. А почему снимаете? Я говорю, а почему нет? Ну, а это... Я говорю, вы не знаете закон, уголовный кодекс, 330-я статья. Он на меня смотрит так. А что это? Я говорю, вы обязаны знать. Это самоуправство. Если вы противитесь там что-то, попытаетесь там как-то что-то, до пяти лет в лагерей все ему начинай говорить. А дальше? А дальше, если это меньше будет как-то стоить, вы там запрещаете кому-то, ну, убери там настаивать-то. Это уже гражданский кодекс 19-1. Он сразу замолчал и стал разговаривать. Вот нужно знать закон. Вот кажется, это в круге первом, это Солженицына. Смотрите, когда он уже переезжать стал, а начальник-то там фирмы-то взял у него книгу-то. Он, товарищ, гражданин, начальник, вы обязаны отдать. Никогда не получишь-то ее. Так, согласно закона Советского Союза, там, статья такая-такая-то, он глаза раскрыл, сидит. Такая-то, такая-то статья, вы не отдали, я уезжал. Вот столько-то. В 10-кратном размере обязаны заплатить будете. Начальник его слюну проглотил-то. На, бросил книгу. Он просмотрел, нет ли там еще помятого. Вот так и пошел, засмеялся. Как там закон надо точно знать. И вот теперь, смотри, были люди, которые боялись. Как к ним относиться? Может быть, это переходной период. Грозит смертная казнь ему или нет? Но надо знать. Вот, одна Балтия с ее фамилией, я осмеливаюсь, кажется, называть его отцом с большой буквы. Она бывшая жена министра Пакистана. Это документальная книжка. И она обратилась в христианство, и как она тайно бежала оттуда с внуком, с перекладными. Ну, зарядите, эта книга есть тут в интернете. Я, кажется, осмелилась назвать его отцом. Вот так вот. Мусульмане-то его отцом Бога-то не называют нигде. Аллах, Аллах. И подробно все она описывает. Все, какой она была и какой она стала, как обратилась. И там у ней какая-то племянница или кто-то знакомый только обратился и уже нашли зарезанным. Еще один обратился, нашли зарезанным. То есть, это такая самая мирная религия, как они говорят. Самая мирная. Поэтому бояться было чего. Но Господь за боязнь не судит. Лишь бы ты нигде не нарушил, не приносил жертву идолам и не отрекся от Христа. Так объясняет святой Иоанн Тлатоуст. И поэтому эти люди, может быть, возьмем, как боялся, мы говорим, Никодим ночью пришел, а потом хоронить Христа с Иосифом Аревопейским и он уже вышел. Видимо, этот период шревоношения закончился благополучно. Но я скажу сразу, это не в моем характере. Я этого никогда не делал и это бесполезно. Я заранее говорю, которые наставят начальнику. Допустим, нас в карантине продержали, сколько привезли в город Жанатас в Жамбульской области. Вот у нас Рахиль, она знает от Казахстана. Ну и бригадир говорит, ложитесь, чтобы ни одного движения. Комиссия дежурная приходит, начальник какой-то дежурный с меньшими там. Ложитесь и в туалет пойти можно только через два часа и только в кальсонах. Я говорю, я ложиться не буду. Как не будете? Да вас же сейчас заберут, а там железная клетка и все снимают с человека и оставляют его под открытым небом. Снег идет, дождь, а у тебя снята. А она просто прутья, арматура, горячий катанный профиль. Я говорю, я не могу ложиться, я должен молиться, вечернее правило. Я не знаю тогда так. Я говорю, больше не подходите ко мне, я раздеваться не буду, я буду молиться. А посреди, ну, идут стены, а потом как стол, пилястра, вплотную со стеной связанная, удерживает стену. Я встал, они идут, видно, на кровати меня нету, никто не спрашивает. Свет, правда, приглушенный такой, ночной. Не заметили, ну и все. То есть, я в этом не дал и начальник как-то, мы вам не можем запретить, не можем запретить, но с вами, чтобы никто не разговаривал, черенки от лопаты и били, тяжело били, очень тяжело. Ну, а меня не трогали, не трогали, но меня спасало то, что у меня на личном деле стояла какая-то там козюлька, что это человек от ФСБ, от КГБ. Меня не берегли. Вот так. Так что, по-моему, только так обратился, смело возвещают. Я обратился, и уже через час я на корабле возвещал Слово Божие. И все оплатили корабле и узнало, что я сошел с ума. Ну, это у меня такой характер. Я на этом. Я ни с кого этого не требую. Не можешь, значит, скрыто, молись, скрывай. Они на крестик, клямочки там где-то пришиты, чтобы не это не узнали-то. Я говорю, а икона-то где? Ну, у меня там в шифонере стоят там посуды, фужеры, так она за ними там стоит. Ну, он так понимает. Ну, на работе ведет себя он тихо, смирно. Никому, конечно, он не говорит, но это я не понимаю. Я считаю, в душе верить. Я считаю, вера в душе это открытое предательство. От тебя ничего нету. Ты боишься всего. Ты не можешь остановить беззаконие, не можешь быть свидетелем. Свет погасший. Я говорю об опыте. Кто не может, ну, пока потерпи, посмотри, может обстановка изменится. Вот такой щадящий режим создай себе. Но уже, чтобы, когда ты где-то выступишь, все сразу сказали, мы замещали за ним, что-то он не такой, нигде не участвует, а не так, что я это буду делать, не захожу. Когда иду, ходил по камерам, идешь с этим, который тебя сопровождает, там дубаки их называют, тюремные работники-то. А тут в камере сидят священники. Два там уже посажены. Зосима, помню, один, и романах за, ну, что-то, совращение малолетних, вот Глеба Грозовского как. Сидят, в шахматы играют, а то в пешке. Его Зосима, а гражданское имя его Михаил. Ему кричат, Мишка, иди сюда, к тебе тут поп пришел. Я поп. К нему никакого уважения нету. А у меня было по-другому. Я все время был в молитве, я с собой не хвалюсь, это Господь так давал. И с других камер стущали, там, передавали, говорится, и у вас, батюшка-то, вот скажите, что мы идем на суд. А там были дагестанцы, чеченцы, кого только не было. И все просили помолиться. И от всех была благодарность. Говорили, мы думали тут, там, лет сколько накрутят. Ну, ребятишки, малолетки, что они там сделали, девчонка, неизвестно. Их везут, ну, там, плюгавенькие такие, я не знаю, там, 16-то лет не было никому. Им вместе, всем накрутили 56 лет. 56. А другой-то, может быть, не участвовал. Ну, сказали, что он участвовал. Что они делали, не делали там с кем-то. Ну, а когда едем обратно-то, а они до того радостные, и говорит, там, помалу дали-то, по три года, батюшка, ой, отец. Как хорошо вы помолились у нас. Ну, все учли там, что они малолетки, и, видимо, девка-то была такая, что дома не сидела. Это все суд должен учитывать. Поэтому, если ты верующий, ну, все, я захожу в камеры, сразу широко перекрестился, мир дома сему. Все зашевелилось, туманное облако будет развиваться. И тут же, пока нас по камерам не развесли, где привозят, когда суда, называется нулевка. Номера нету у камеры у этой. А я в это время с ними беседую, с заключенным свидетельствую. А дальше это уже молва пошла. Вот у меня такой характер, я никогда, нигде не буду ждать. Лучше ждать в удобном случае, но сказать где-то, я могу годами молчать. Но за свидетельствовать о Христе молчать не буду. Вот так все. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Я еще добавить хотел слово. Недавно вот тоже вот в чате тут переписывались, мне особо, вот, Сергей Мнефтушенко вел диалог, вот, за Глеба Якунина. Я хотел потом отписать, ну, думаю, ну, неужели вот положительных качеств в нем нельзя найти, за что вот похвалить человека, вот. Там он там с политикой связался с этим. Ну, ладно, его там путь был такой, он там в священство пошел по своему особому пути. Но то, что он обнародовал вот это все, КГБ, вот эти клички, это же его была работа. Ведь это же какая нужна была смелость, не побоялся. Он обнародовал это. И это он сделал. Герой, у меня еще на неоцифрованных где-то лежит последнее мое интервью 16 часов. Вот скажи, интервью такое разве бывает? Я лично ему задавал, нас освободили почти в один день. И мы сфотографированы с ним, я говорил об этом. Это герой настоящий был. Но, как священник, он никакой был. Он в политике целиком весь был. Поэтому, о рождении свыше даже не приходится говорить. И когда его тут зажали, он вдруг под филарета украинского пошел. Ой, я так ахнул. Ой, ой, ой. Это не годится. Поэтому надо всегда благоразумного товарища иметь. Советоваться, молиться вместе. Под филарета пойти. Да я лучше бы в тюрьме отсидел лишний год. Это даже допустить нельзя. Это другой вопрос, за что? Я его не считаю безблагодатным, там благодатным. Не мне судить, я его не знаю. Но официально сенот, который ему звание давал митрополитом, стал, теперь наложили на него простым монахом, а потом анапиями придали. Это не мимо идет. А я это все признаю. Хотя я там не принадлежу к ним, но вот услышал один парень, пришел, это в наше прямо рядом было, что делать? Я говорю, а что? Да девчонку тут одну полюбила, а ну и что мешает тебе? Да я к ней посватался, а парень там из себя такой видный, прям настоящий, голос у него там как шаляпин. Потом он будет в консерваториях петь везде, а она такая девчонка совсем не видная, как курочка деревенская. И она ему отказала, то ли знала или слышала, какой он есть. А он у меня в лагере был, я даже выгнал его отсюда, отец с священником. Ну и он ничего не мог сделать, как вот сейчас вот, что-то не по его родителям, а ребенок пошел и суицидное окончание надел на себя петлю. А этот раз и принял монашество. А рукополагал это, то есть подстригал его епископ Антоний Масензич. Ну а он этот парень, то он сразу диакон, представь, тиродиакон, то есть монах, который диаконом-то. Ну только заходит, а там кто-то ему, не знаю, что-то там у них было, то он это ходил, это в руках был, он как звезданул там одному, который против был угли там по всему алтарю. А мне этот Антоний спрашивает, ой-ой-ой, кого я рукоположил, это, подстригал-то. А рукоположил-то уже в диакона. Ну, ладно. А он-то ко мне потом приходит, что делать? Вы против монашества? Нет, я за монашество. Данный обет перед Богом ты обязан выполнить. Ну а как? Никак. Забудь теперь всё. На узел завяжи. Всё кончилось. Ты должен до конца быть верным. Люди говорят, да как так, вы против? Не против. Я за то, что монахи шли, проповедовали. А если уже всем говорю, не принимать никаких на себя обязательств. Ты уже в крещении дал обещание Богу доброй совести-то. Чё надо-то? А то принятие монашества это как крещение второе, хотя одно крещение. Ну, глупости на глупости. Но уж если ты принял монашество, тут ты во мне найдёшь в себе не помощь. Никаких движений, только погаси пламень и всё. Вот вам ответ. Благодарю, Игнатия Тихонович. Слава Христу. Глеб Якунин для меня герой. Игнатий Тихонович, мир вам. Это роман с роликом. Не тяни время. А вот, да, как вы считаете, можно ли покаяться в том, что вот в суете как бы давал обещания монах, ну вот, и ну то, как сказать. Размонашится? Нет, не полностью, а то, что вот слушаться там архимандрита своего беспрекословного, вот эти, ну то есть, чтобы идти благовествовать. А как ты хотел-то? Как хотел-то? Вот я в армию пойду, а слушаться никого не буду. Какая-то армия-то? Беспрекословное, полное подчинение. Вот некоторые идут, и Андрей Кураев говорит, вы вообразите, что я подстригать буду. Я епископ. И ты должен теперь ножницы бросаю, ползком ползти, мне вернуть назад дальше. У тебя имущества никакого, квартиры нету. Я над тобой, как угодно, буду издевляться на тебя, говорит, мочиться. И не предъявляя никаких обвинений, могу выгнать тебя в любой день. И ты на вокзале скорючишься. Итак, кто хочет подстригаться, подходи ко мне. То есть, он разыграл такую сцену. Это действительно так. Полное, абсолютное бесправие. А зачем ты лез туда? Ну, если ты принял, всё, характер нужно выковать свой. А это сгодится для подвига, который ты решил сделать. Для чего ты принимал это? Женщин, как огня боятся. Да, Правило такое, если епископ приезжает на дачу, дача, и там работницы, женщины, то когда он проходит, чтобы их спрятали. Мне всё, например, напоминает весна, жеребца долго держали, а весной кобылы, ему надо покрыть, то есть, оплодотворить. Так вот, епископ приехал, всех кобылок, тёлок, всех прячут. Ну, смешно даже. Христос не боялся, к нему прикасались. Ну, смешно, мне смешно просто. То есть, нельзя размонашиться уже, да? Абсолютно. Не просто ты один где-то сказал, а когда это официально было, ты Богу давал обещание, Бог говорит, на небе, а ты на земле. немедленно исполнить обет, что Бог не прогневался и не разрушил дело твоих рук. Вот как говорит нам экклесиаст. Никаких поблажек, никаких. Мне больше всего нравится, Марфа, Марийна, Мариинская обитель, вот, сестра родная царицы, Елисавета Пёдоровна, вот, у нее были они без принятия обетов, сестра милосердия, и вот она ухаживает какая-то, у них апостольники были шиты, такая одежда. Она приходит и говорит, матушка Елисавета, я вот помогала, все, он сильно раненый был, у него ногу оторвало, Первая мировая война была, Семен, он далековато живет в Сибири, так он мне предлагает поехать, он мне очень нравится, он такой рассудительный, говорит, ну, с Богом, матушка, поезжай, вот это хорошо. Она все правила монашеские соблюдала, все, но обеда никакого не было. Понравился, хороший герой веры, и она вышла за него по благословению своей начальницы. Я за такой монастырь двумя руками. Все, Роман, поехали дальше. Игнатий Тихонович, вот вы говорите, предлагайте почитать, я назвала, осмелилась назвать отцам, персианка, кажется она, да? Но она же сектантка. Она мусульманка в Пакистане, жена министра. Ну да. Балтия, скажите. Она же в секту, она же в секту пошла. А вот куда она пошла, этого я не могу сказать. Ну, понятно, что не в православии. Ничего не могу сказать. У меня данных нету. Но она подробно, все, когда самолет уже пошел, она где-то скрылась в каком-то штате в Америке и уже там написала книгу тогда. Если она протестантка была, ну, все, я могу только пожалеть. А потом еще у меня такой вопрос. Вы поминаете патриарха? Вот в Потеряевке Роман-то воспротивился, что патриарха поминает. Я сегодня в комментарии добавила, Иерей Георгий Максимов о вас говорил. Ну, я там написала, что поминает. Он не знает, не видит где-то. И какой-то он странный такой-то. У нас вот в деревне есть один ребенок, он в Баракамере там родился. Он на него сильно похож. Невнятная такая речь. Еще-то ему надо говорить. Ничего не видал, не знает. И собрал только самых ненавистных врагов, которые самые злобные, самые свирепые, так называемые миссионерские отделы, которые не встречались со мной, ничего нету. И их пакость он размножает. Но там такие отзывы сейчас пошли-то. Ему отец Георгий, да вы же не знаете, да вы, и что вы делаете там человека такого, преследуете. Ну, я свои материалы туда тоже скинул. И я уже благодарю Бога, что он выступил. И он может прийти к покаянию. Ну, а что он? Меня вот недавно спросили про одного священника, кажется, Алексея Мороз в Санкт-Петербурге. Вот как вы думаете, кто он такой? Ну, а что я могу ответить? Я слышал его проповеди, я ответил так. Все, что я считал, его, слушал, все мне понравилось. Лично не встречался, сказать ничего не могу. Годится такой ответ? Годится. Спасибо большое. А он начал, говорит, с губами шевелить. И шевелиться туда, показать где. Вот задали вопрос Максим Каскун, такой у него много, но он маленький, такие ролики-то. Тоже об Игнатии Лапкине. Он сидел, молчал, молчал, говорит, а я его внучатка. Я, говорит, обратился через Геннадия Фаста, а Фаст, говорит, через Игнатия. Я его внучатка, и ничего сказать не могу. Олег Астеняева спрашивает, он, говорит, Игнатия я знал давно, давно, это сильный апологет, там, с сектантами и прочее, но давно я не встречался, сказать ничего не могу. теперь, спросили не конкретно обо мне, вот Владимира Головина, на которую город Волгар там нападают, и как-то такая, которая берет, женщина интервью берет, она мне нравится такая, вопросы хорошие, сама такая какая-то, ну, просто понравилась мне, как-то мягкая, так сказать. А батюшка, вам не подходит гордость? Такой вас вот везде знают, и столько людей там, и прочее. Он говорит, ой, а чем я гордиться могу? Ну, и начинает там приводить, вот, отец Андрей Скачев, вот, грамотный батюшка, вот, Алпеев там, Иларион, ну, помянул всех их. А потом, а еще одного человека знаю, ох, горящий, ой, 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 да, как беседует, да назовет книгу, да главу, да стих, ой, да у меня ничего этого нет, это как я буду гордиться. То есть, и назвал меня по фамилии, все как надо. И мы уже списываемся с ним, чтобы он по Теряевку приехал. Вот как. Понимаешь, вот, на каждый вопрос, если у тебя опыта никакого нет, еще не скажешь. Ну, сказали ему там, ну, кто-то спросил, или не спросил, или подыграли где-то. Проще ответил бы, я не знаю. А то взял, собрал лютых врагов. Лютых просто. Всякую скверну говорили, которые, их назвал эти щенки. Это Степаненко, Максим. На кого вы лаете? У вас там сотой доли того нету. И не будет никогда, что этот человек на меня, говорит, сделал-то. То есть, у них много преград было, чтобы не говорить этого. И возраст, и знания, и жизнь. У них ничего этого нету. И они, несмотря на это, они лают. Ну, а еще лают. Я говорю, на мою колокольню мощится. Про них никто спрашивать не будет. Про меня вот спрашивают. А уж Андрей Кураев там меня выставил самым великим, самым знаменитым, известным миссионером. Они заглохли сразу. Я говорю, Андрей-то и себе дал. Хороший имя Шенха. Игнатий меня пронес по всем кочкам, он говорит. Я сразу зарядил в книгах, я упоминаю Кураев фамилия 120 раз. И почти ни разу положительного не было. То есть, то, что есть, я и говорю. А после этого, ну, я не просто, говорю, книги когда писал, я никогда на него не падал. Когда стали на него нападать, он это говорил, когда еще был профессором. Я сразу же передали ему, что приезжай ко мне, я говорю, вот у меня сухарей хватит, а вот нары, нары, я говорю, ну, это вот кровать деревянная-то. И все засмеялись. Отец Андрей, вас кто зовет-то? Теперь вам ничего эти власти ни церковные, ни мирские не сделают. Отец Андрей, не бойтесь. Вот так. На Максима Степаненко тут когда напали за то, что женщин одиноких, у которых нажили детей, говорит, на вторую букву алфавито их называют только. А я сразу выступил. Так Максим сразу же узнал про это, говорит, я и сам о себе так бы не сказал. Я говорю, ну, мне так и не нравится, что у него бороду трогает и в галстуке. Он, все, больше галстук не надену и к бороде не прикоснусь. А он был в это время начальник миссионерского отдела в Томске. И приехал в Потеряевку и принял крещение. Это, конечно, был фурор. Видишь как. Они напали. Я приезжаю в деревню, а в университете я вел занятия, я готов, там 21 тысяча студентов, сейчас вроде даже больше еще. Кажется, 18 стран присылают своих абитуриентов. И проректор учебной части очень умный академик, говорит, он еврей, Борис Васильевич Семкин. И он говорит, тут про вас статья в собеседнике, журнал такой. Я говорю, какой? Какая статья? Да я их-то, так, говорит, не мог и определить, хорошее или плохое. То есть Быков, писатель приезжал, Дмитрий Львович. Ну, я пошел, спустился вниз, там еще были, я купил. А он говорит, запомните, Игнатий Тихонович, любая антиреклама, это реклама. И вот против меня, когда выступили на рождественских чтениях в Москве Дворкин-то, а я не знал про это, я утром встал, а у меня посетителей на форуме в 20 раз больше. Ну, если до этого было 300, ну, умножь на 20-то. Я говорю, то ли сломалась техника, ничего нет, а потом-то обнаружилось. Он сказал, и люди-то как стали сами смотреть, и они переполнили у меня все. Ну, и откатились назад, там через два дня никого и нету. Любая антиреклама. Вот это сказал, ну и что он сказал, там Георгий Максимов. Ну, и сказал, да и сказал. У русских есть пословица наплевать да забыть. Ну, ему-то грех какой. Он всех врагов поднял на ноги. А их теперь, этих врагов, хлыщут в хвост и в гриву. Вот зарядите просто. Если кто еще там не был, свое слово можете оставить. Кто-то уже заходил, я видел. Вот. Называется он Максим. Максим. Вот. Ну, все как это есть. Даже могу я показать. Он сидит и говорит так невнятно. Мне сильно не понравилось, а раньше смотрел. Если кому охота узнать, я могу показать. А просто оба Игнатия лапки не так зарядите. Напишите Максим. Вот так. И сегодня там уже такие отзывы сильные, это, в защиту. Дескать, вы что говорите, да вы посмотрите, вот что и отзывы. Ну, и я кое-что скинул. То, что местная епархия пишет. Один доктор богословия пишет. К Игнатию по-разному, говорит, относятся. Но то, что тысячи людей пришли в православие, мы это куда денем? Ну, никуда не денешь, конечно. Так что, я благодарен, что батюшка это написал. Все. Игнать Тихонович, вопрос у меня такой появился. Тема раскола сегодня в православии, она очень такая, звучит постоянно, особенно со стороны Московской Патриархии. Вот, если взять, да, вот РПЦЗ, вот вы когда-то, ваши общины перешли в русскую зарубежную церковь в начало 90-х годов. А я так почитал, Московская Патриархия всегда ее признавала как раскольники, они всегда союза на них, вы там, вы раскольники, там с нами ничего не хотите. Вот, и Московская Патриархия так себя ведет. Все, кто не с ними, те раскольники, причем очень жестко. И учат так своих священников, они тоже так себя ведут. Ну, ладно, я не беру Киевский Патриархат, там отдельная тема. Я беру русскую зарубежную церковь, и вот, ну, сегодня, как бы, да, соединились, конечно, произошло, отчасти, конечно, есть еще некоторые, которые не соединились. Вот, и как вот, быть, вот у вас позиции неоднозначные. Вы, допустим, вы и Агафангела Пашковского признаете, как за, ну, как бы, как за за епископа. Они-то уже его не признают, уже все, он для них уже никто. Как вот быть, какую позицию держать, потому что, если мы пойдем сегодня в Московскую Патриархию, тогда мы должны будем занять ихнюю позицию, тоже на всех кричать, вы раскольники. А если вдруг потом нас уличат, то у нас возникнут неполадки. То есть, как нам быть в этом опросе? Какую позицию держать? Ну, вот мы заняли ту позицию, которая у нас уже была выработанная. Тогда, когда признавали Московскую Патриархию, никакой. А мы в это время всегда молились и ходили в храмы. В будущем зарубежной церкви. То есть, нам не надо ахт был этот, признавать, не признавать. Мы уже все выполняли. И поэтому священники нас гвоздали, которые от зарубежников-то. А вот так, то другое. А мы плотно держали это. Сегодня Патриарха Кирилла поминает тогда, когда служат от них у нас священники или митрополит. Они поминают Патриарха, потом сразу митрополита Илариона Капрала, потом местного митрополита. И на территории мы находимся. Новая епархия, там все волода его поминают. Мы эту позицию не выбирали. И при том, мы перешли, мы никуда не переходили. Наши общины там были образованы. Мы прямо образованы в зарубежной церкви. И поэтому у нас перехода никакого и не было. Это уникальное положение сделал Господь сейчас. Они от Илариона потребовали сказать, чтобы выщеркнули всех, а кто не перешел. Да кто их про них знает-то? То есть над нами и того начальства нет, и этого, а мы поминаем тех и других. Просто супер уникальное положение. конкретно прижать нас никто из них не может. В патриархию мы не пришли, а те нас выщеркнули. А чтобы выщеркнуть политические соображения, в мировой истории этого не было ни разу. Мы попали как раз в эту графу. Мы просто благодарим Бога и все. А то, что они не признавали зарубежных, а когда согласились там кое-где соединиться, и не стали упрекать, и никакие свои там дела припоминать, никакого раскола как будто не было. Почему? Когда меня спрашивают, что такое патриархия, я отвечаю, тройная ложь. Тройная, непрерывная везде. И они слово свое не держат. Ну, это я говорю о том, как раньше было. Раньше было, так оно у нас сейчас и есть. Но, вот когда приезжал наш епископ сюда, мы уже договорились и сразу всех ребятишек в этом храме у них, наш епископ там был, патриаршее подворье, как говорится. И тут все они причастились, если мы ходим. Но причащаться нежелательно. Один исповедует батюшка. А вот батюшки не будет, а у нас так замены-то и нету. Ничего особенного нету. Мы сохраняем общину. А когда пост наступит, в любой храм пошел, причастился. Кроме того, батюшка уезжает, когда в отпуск, он идет к местному митрополиту и договаривается, если тут кто-то что-то там заболеет или чтобы там причастить. А кого вы хотите? Мы говорим, да вот здесь Сергий Беляев, он был секретарем. Он такой хороший. Ну, пожалуйста. То есть, у нас сегодня такие отношения даже не выскажешь. Я признаю Агафангела, митрополита, настоящим истинным христианином. Вот. И вот пасечник здесь Тихон, он там архиепископ Томский. Его признаю. Остальные, которые юрисдикции возникли, кроме Антония, который Орлов, бывший Никита Пеоктистович, его признаем. А остальных я не знаю и не признаю. А их все время поминаю на молитве дома про себя. А тут батюшка поминает только Илариона. Патриарха вслух. Батюшка, может, и хотел. Ну, мы сказали, это не надо и никто с нас этого не требует. Вот такая наша позиция. А мы могли бы к Агафангелу пойти там, но у них первый вопрос это, чтобы мы признали безблагодатной московскую патриархию. А мы на это никогда не пойдем. Никогда. Но эти ничего нигде не требуют. У нас очень хорошие отношения. Очень. И тем более, когда были переговоры у нас здесь, я им сказал, давайте, объединение пусть идет только в работе. Вот мы едем на благовестие, и мы вас приглашаем, только у вас своя машина. Мы едем в большие села и города. С разных сторон обходим. Вы говорите, что хотите. Евангелие мы помогаем достать, раз вы не можете, у нас было много Евангелия, и раздаете. На три часа в местном клубе или на стадионе. Но дальше у нас все идет одинаково. Новые люди приходят, и мы направляем их в храм Московской Патриархии. Что было с нами не работать-то? Они отказались. Они поняли, что у них там и курящие какие есть, а мы этого не потерпим. Никогда. Вот завтра у нас должны приехать с города Новокузнецка. Там новые люди появились, и одна знакомая близко хочет привезти. Так, Сергей, Павлович, ты меня слышишь? Да. Так, сейчас звонил мне Волобуев, еще спрашивал. Но они знают, у меня денег нет, ездят, такси нанимают. Так они решили там фотограф и собрать рублей по 300 и мне послать. Я когда узнал, это оках, ну что вы придумаете-то? Мы с тобой договорились, чтобы там хотя бы минут без десяти мы были там. Во сколько подъедешь? Ну, там ехать-то минут 15. Так, 15 минут четвертого. Или к полчетвертого ближе? Да, к полчетвертого приеду и мы успеем. Без десяти там будем. Чтобы не попали, лучше пораньше. Никакие пробки. Потому что нас пригласили, мы будем фотографировать, там могут быть люди, я могу там выступить. Он звонил мне сегодня. В субботу пробок нету. А? В субботу нету пробок-то, поэтому полчетвертого подъеду и успею. Только никаких, ты заранее обдумай все. Потому что ты подведешь это до нас. Если приедут гости, то мы их тоже с собой заберем. Или они на своей машине за нами поедут. А потом у нас мы сестер распределим, там два мужчины. Ты мог бы на одну ночь упустить? Мог бы. Все. Я так и думал. Спаси Христос. Блава Христос. Ну все, я ответил на ваши вопросы. Игнатий Тихонович. Да. И Роман Фроликов. Вот как можно ли значит бросать жребий? Как это как часто по каким вопросам вот? Ну я никогда не бросал. Никогда не бросал и бросать не буду. На избрание в епископа патриарха вот где можно бросать. Как апостолов избирали по жребию. Там можно. А больше Писание никаких жребий не говорит. То есть я молюсь и принимаю решение. Но так как у меня очень и очень богатый опыт, я обращаюсь к тому, что было. И как правило уже прям быстро нахожу ответ. Ну как тогда с батюшкой посоветуюсь. Позвоню еще друзьям некоторым. Все нормально, нормально. Они остаются здесь, дежурят, а я уже трогался в путь. Жребий не бросаю и не советую. А то в Библии главное. Вот чего открою? Ворожить начинает по Библии. А это даже вообще недопустимо. все, я ответил. А вопрос по поводу... Володя нигде 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 Допустим, можно выиграть то, другое нигде никак. Господь ценит только наши труды. Жили два брата вместе, они ушли монахи и потом разделились. Лев Толстой тоже это описывает. И в разные стороны пошли. Но очень любили друг друга. Он видит, он уменьшается, уменьшается далеко. А потом видит, его брат остановился. Он остановился, смотришь, что... И вдруг как брат прыгнет и бегом, и бегом и скрылся. Но не договорились там на два года, расстались. И потом возвращаются сюда. А оказалось, что этот брат-то пошел узнать, что он там прыгнул-то. Подходит, а там большой щан стоит, кто-то разбойник или кто-то там были золотом наполненный-то. Ой, этот брат увидел, испугался. Неправильно, надо деньги к делу. богодельный для больных, для детей беспризорных. Училище построить деньги себе ни копейки не взял. Но через два года встречаются, а вон печальный брат-то, который построил-то. И видит у брата, как всегда, явился ангел на молитве. А он тогда спросил ангела, а почему я перестал видеть? Он говорит, один прыжок твоего брата всей твоей добродетели превышает. Так это, твоего там ничего нету. Вот и все. Как понимать это? Я, может быть, забрал бы деньги, дороги провел бы по Теряевку, Игорю Барабашу комбайн купил новый. Я бы не прыгнул. Но житья вот так говорит, что он отпрыгнул и ушел. А этот все к делу применил. И оказалось, что это, может быть, монашеские такие, как-то монахи спорили один раз. Вот был такой Арсений Великий, воспитатель царских сыновей Аркадия и Гонория у Феодосия Старшего. И искали учителя, который знал бы духовное и небесное, и кое-кое-как нашли в Западной империи. Это был Арсений при дворе. Ну и как его возвысили, ну и его пришлось отодрать одного Аркадия. Он такой слабовольный был мальчик-то, и хулиганист видно было. Он его отодрал, ему следы розок остались до самой смерти. И он сразу сказал, как только отец умрет, я этого Арсения зарежу. ему передали. И он переоделся в нищего и бежал. А ему будто бы голос был, беги и молчи. Таисия. Он в такое место забрался, где его не дать нельзя было. И он все время молчал. И ни с кем не разговаривал, нигде, никогда, никак. И ну жил молчальник называется. А Моисей Мурин один там был разбойник, громадного роста, силы такой. И он всех привещал, и за всеми ухаживал, и ночью еще там из реки черпал и кувшины ставил у монахов. И кто-то задал вопрос. Вот тот не разговаривает ни с кем, только этот вот такой. А кто выше перед Богом? Ну монахи делать-то нечего было. Жребий бросить ни то, ни сего. И тогда один говорит во сне или как увидел, плывет корабль. А на нем, на этом корабле Моисей и ангелы у штурвала. А вот дальше корабль идет, который молчун, молчал, никому не помогал ничего. И там у штурвала Дух Святой, значит, тот выше. Оба спасутся, но от которой молчал, никому не помогал, никого не видел, нужды не знал, тот выше. Вот такой стиль рассуждения. Игнат Тихонович, еще раз, Мирова. А кто на пенсии вот по старости, то есть отработали, как бы заработали пенсию, им, как им рассуждать, нужно ли им трудиться? Или можно уже все отдыхать на пенсии или вот так вот? Ну, смотря как. Я бы мог пойти еще трудиться. Я в себе силы чувствую. А что я пойду, когда у меня тут детский лагерь, тут сейчас с дорогами, я с самыми днями работаю, и у меня наоборот, мне время нужно. Можешь, иди работай, никто не запрещает. Плати десятину и трудись, питайся. Я не пошел бы. Не пошел. Почему? Я очень и очень занят. Я вот ежедневно в интернете от 14 до 16 часов провожу. Это невероятно. Ну, все, наверное. Значит, кто близко Барнаульские завтра, вам кто? Нужно нет засчитывать, где будет. Улица Космонавтов, 6G к 4 часам. Фотовыставка Потеряевки, 90-го фотографии и даже буклетики будут. Ну, все, у меня. Помолимся тогда. Ангелова, пияжи благодатни, чистая дева, радуйся, и покерегу, радуйся, твой сын воскресе средневен от гроба, и мертвая воздвигнула, и люди веселитесь, святись, святись, в Новый Иерусалиме Слава Бога Господня на Тебе воссияла. Ликуй ныне и веселись о Сионе, Ты же чистая красусь Богородица, о восстании Рождества Твоего. Игнат Тихонич, помолитесь. Любящий наш Отец Небесный, во имя Иисуса Христа просим, услыши нашу молитву, и все слышанное закрепи в нашей душе и помоги исполнить, посети болящих, отвергнутых, темницах, томящихся за слово Твое. Укрой их Твоей десницей и убиваемых прими в обители вечные. Распусти нас, Господи, с миром. Тебе слава за всеотече и святой и святой Аминь. Аминь. Спаси Христос. Слава Христу. Спаси Христос. Силой и ваше отходить. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос.